Факты о человеческом теле, о которых ты точно не знал. Твоя иммунная система не в курсе, что у тебя есть глаза. Поэтому, если ты получишь какую-то инфекцию в глаза, твой организм может подумать, что твой глаз – это инородный объект. Она начнет с ним бороться, и ты даже можешь ослепнуть. Некоторые люди начинают кашлять, если в одно или в оба уха им что-нибудь засунуть. Это называется рефлексом Арнольда, только не стоит это повторять. У этих людей был лучший день в их жизни. Эта девушка открыла пачку читас и нашла вот такую гигантскую чипсинку. Мужчина уронил ключи в лифте, и ему просто нереально повезло. А эта девушка пошла в магазин и нашла там вот такой огромный банан. А здесь кто-то уронил телефон в туалет, и он застрял, и даже не коснулся воды. А этот водитель чудом остался жив, после того, как ему в машину влетел лист металла. Эти факты сломают твой день. Именно вот так должен выглядеть человек, чтобы выжить в автомобильной аварии. Ураганы называют женскими именами, потому что ураганы с мужским именем уносят больше жизней. Дети из истории игрушек никогда не узнают, что игрушка погибла, и будут продолжать играть с их бездыханными телами. В оригинальной истории красной шапочки волк подталкивает красную шапочку, чтобы она съела свою бабушку. Самые невероятные совпадения. Слева отпечаток кольца дерева, а справа отпечаток нашего пальца. Вот так выглядит легкое человека и обычное крона дерева. А это человеческая вена, листок дерева и все притоки реки. Дерево жизни человека и наша плацента очень похожи. Это 4 картинки, в которые не верил весь мир. В Сан-Франциско есть вот такой падающий дом, и никто не знает, почему он еще не упал. На этом видео видно, что мотоцикл едет прямо по мосту, и куда-то он исчезает. На самом деле это не мост, и кажется так, потому что здесь видна крыша другого дома. На этом фото кажется, что у этой собаки гигантские зубы, но на самом деле это просто палочки на заднем фоне. А это платье смутило всех, ведь часть людей его видит черно-синим, а другая бело-золотым. Напиши в комментариях, что видишь ты. После этого видео твое детство больше не будет прежним. В мультике Тачки ты пропустила одну шутку, когда был ребенком. Прямо сразу после гонки две его большие фанатки Мия и Тия светят на него фарами. Они буквально выглядят так, как он, делают все то же самое, и они полностью его фанатки. Но при встрече они говорят ему, что им нравится быть самим собой. Но ведь они повторяют все в точности за ним. Отец этой девушки предложил 180 миллионов долларов тому, кто женится на его дочери. А перед началом поставь видео лайк, подпишись и отправляй другу. Такого он точно не видел. Это дочь китайского миллиардера. У нее всегда были поклонники, но ей просто никто не нравился. В попытках найти мужа дочери ее отец предложил 180 миллионов долларов тому, кто сможет ее очаровать. В итоге 20 тысяч мужчин стали слать ей любовные письма, но она отклонила их все. Она сказала, что выйдет замуж за мужчину, если он сможет забраться на самую высокую гору в мире. И погрузиться в самую глубокую впадину в мире. Это Марианская. И до сих пор из мужчин никто этого не сделал, даже за эти большие деньги. Мужчина переходил железную дорогу и увидел на ней такое явление. В 20 метрах от себя он заметил эту шаровую молнию и сначала очень сильно испугался. Это был белый шар размером 30 сантиметров, летящий на высоте полметра над землей. Он светился как лампочка и издавал звуки, похожие на электростанцию. Шар оказался состоящим из белых красноватых искорок. Это довольно необычное и редкое явление. Пиши в комментариях, если видел что-то такое. Эта мама предложила бездомному кусок пиццы и она была в шоке, когда узнала, кто он был на самом деле. Эта девушка была в 2014 году в Нью-Йорке и осматривала достопримечательности. В тот день она пошла в пиццерию и увидела бездомного, копающегося в мусорном контейнере. Она хотела помочь ему и дала ему оставшуюся пиццу. Ей хотелось помочь ему больше, но это все, что у нее было. Она извинилась за то, что пицца очень остыла, но мужчина был ей очень благодарен. Девушка вернулась в свой номер в отель и была очень счастлива, что смогла сделать доброе дело. Когда она собиралась ехать домой, сотрудник отеля дал ей ежедневную газету. У нее отвисла челюсть и она не могла поверить в то, что на первой полосе была запись о ней и о ее истории с бездомным. Она была сбита с толку, пока не прочитала заголовок и не поняла, кем на самом деле был бездомный. Бездомный на самом деле был Дэниелом Редклиффом, который сыграл Гарри Поттера. Несмотря на то, что у него была куча денег, он в тот день ошивался на улицах Нью-Йорка. Он становился персонажем будущего фильма, в котором он должен был играть бездомного и хотел это ощутить на себе. Поэтому он провел целую неделю на улицах Нью-Йорка. И эта девушка была единственным человеком, которая решила помочь ему. В знак благодарности актер перевел девушке крупную сумму и девушка была очень счастлива и благодарна за это.